Проблемы аграриев обсудили в ходе круглого стола в Сарате. Сельхозпроизводители, главы сельсоветов и народный депутат Украины Антон Киссе искали пути решения основных проблем, существующих в аграрном секторе экономики. Подробнее расскажут наши корреспонденты. В зале саратской администрации собрались те, от кого зависит продовольственная безопасность нашей области аграрии. Проблем у них накопилось немало, и самостоятельно справиться с ними сельхозпроизводители просто не в состоянии. За помощью обратились к народному депутату Украины Антону Киссе. Наша встреча как раз на это нацелена, чтобы мы выработали предложения, которые лягут в основу для представления руководству страны, для принятия конкретных мер, с тем, чтобы сегодня максимально сохранить рабочие места и максимально сохранить нашу сельскохозяйственную отрасль. Аграрии уверены, чтобы сельское хозяйство в Бессарабии вновь стало прибыльным, нужно перевести все сельхозпредприятия на единый налог. Кроме этого, из-за отсутствия государственных контрактов, аграрии вынуждены продавать зерно за бесценок агротрейдерам. Но самая большая проблема – оценка земли. В ходе круглого стола аграрии передали народному депутату документы, в которых изложили свои предложения по решению этой проблемы. Сразу после встречи с сельхозпроизводителями Антон Кисе спешит в свою приемную, где его уже заждались. Настоятель Свято-Успенской церкви села Успеновка Саратского района пришел к народному депутату с просьбой помочь восстановить храм, который был разрушен еще в 80-е годы. Мы обратились к Антону Ивановичу с просьбой о помощи, потому что знаем этого человека, как человека очень энергичного, человека трудолюбивого. Антон Иванович пообещал, что он поможет нам, поэтому мы рады, конечно, этой встрече. В приемной много людей. Кто-то пришел с просьбой, кто-то за советом, а кто-то со своей бедой. Антон Кисе выслушивает всех, пытается помочь. Одним финансово, другим юридически, а некоторые проблемы решают сразу же на месте, в телефонном режиме. Антон Иванович, а скажите, вон по Новоселоке, здесь у меня на приеме дом, который затопила улица Павлова, 37. Передали документы, я понимаю, что это не один дом. Включено на возмещение. Завтра корректный будет, Антон Иванович у вас в цельсовете принимает. К нему. От новонения пострадали 17 населенных пунктов в 5 районах Одесской области. Затоплено больше 400 жилых домов. 59 из них разрушены. Еще 85 находятся под угрозой разрушения. Сегодня во всех приемных народного депутата Антона Кисе собирают помощь для людей, оставшихся без крова. У меня работает общественный приемный и в Одессе, и во всех районах Бессарабии. У кого есть возможности, подключайтесь. Если надо что-то посоветовать, подсказать, куда поехать, кому отвезти, мы готовы. Мы готовы в этом посодействовать. Антон Кисе провел прием граждан также в Килийском, Измаирском и Болградском районах. А в ближайшее время народный депутат планирует побывать в пострадавших от затопления населенных пунктах юга области, чтобы на месте узнать, в какой именно помощи нуждаются люди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!